Музыка Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Канал MySelling и я, Олег Пономарёв, снова на связи. Я нахожусь на борту яхты Grace, которая ошвартована у причалов городка Мерина. Острова Лемнос. Ну вот здесь мы уже недельку с моей яхтой простояли. Городок интересный, маленький, уютный, туристический. И сегодняшняя тема наша – это достопримечательности острова, связанные с русскими. Я здесь познакомился с одной очень приятной семьёй. Они наполовину греческая, наполовину русская семья. То есть Маша, которую я представлю вам, она из Москвы, очень образованная, из образованной семьи. Закончила московский университет, затем закончила греческий университет в Салониках. И тут же Греция познакомилась с одним молодым человеком, очень приятным. И вот эта семья ко мне приходит и скрашивает моё одиночество. И вот сегодня у нас в планах поход по достопримечательностям острова Лемнос. Это кладбище русских моряков, это памятник морским офицерам русским, ну и другие достопримечательности, которые вы увидите в этом ролике. Сегодня последний день лета, знойного уходящего лета, 31 августа 2023 года. Итак, в путь, друзья! Я хочу начать с набережной этого прекрасного города. И вот я представляю Машу. Она сейчас расскажет, что это за памятник, кому это посвящено и какому событию. Да, это памятник, который встречает всех путешественников, которые пребывают в городе, в острове Львово. Это Марко Кулиотис, Адмиал и президент Греческой Республики, Первой Греческой Республики. Она здесь называется Греческая Димократия. Адмирал был первым, кто освободил туреческие территории от турековых накладчиков. Он в 1878 октября 1912 года. Как глава греческого флота, вместе с военным кораблем, который назывался, кстати, Аверов, Адмирал Кундурьотис освободил остров Лимнас. И таким образом, остров Лимнас в русской транскрипции стал первым, кто освободился на территории Греции от турецких закладчиков после более чем 400 лет нахождения под турецким иком. Большое спасибо, Маша. И мы начинаем нашу экскурсию и следуем по городу дальше. Спасибо за просмотр! Мы пришли на берег уже другого залива, того же городка Мирина. И здесь установлен памятник двум русским офицерам, графу Алексею Орлову и вице-адмиралу Дмитрию Синявину. Читаем. В память о русских моряках эскадр графа Орлова 1770 год и вице-адмирала Синявина 1807 год, внесших вклад в освобождение Греции от турецкого ига. Осмотрев городок Мирина, мы отправляемся в другую часть острова Лемнос, на другой берег на восточный, чтобы посетить кладбище русских моряков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На острове Лемнос два русских захоронения. Это участок на британском кладбище возле городка Мудрос. И вот это в местечке Калаераки на мысе Пунда. Мы находимся у мемориальной стены, где трехметровый мраморный крест и на стенах списки уступших русских моряков и их семей. Если вспомнить историю, то в 1920 году белая армия, отступая из Крыма, вывела целую эскадру, 126 кораблей. На кораблях были как военные, так и гражданские. Много было кубанских и донских казаков. Здесь похоронено более 400 человек. Вечная память русским героям. Анна Тихова Вечная память лучшая. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...